Весело, самобытно, хлебосольно в Иванове проходят Дни российской культуры. Концерты, спектакли, выставки и все это нон-стопом больше двух недель. Программу формировали, исходя из интересов ивановской публики, из того, что любят и хотели бы увидеть вновь, посмаковать и насладиться. Ставка была сделана прежде всего на многожанровость. Это ожидаемые и значимые события в культурной жизни нашего региона. И важно то, что мероприятие фестиваля проходит не только в областном центре, но и во всех муниципальных образованиях. Это своеобразный творческий отчет коллективов, как муниципальных учреждений культуры. И что важно, на районных площадках сегодня выступают ведущие профессиональные коллективы нашего региона. Это и драматический театр, музыкальный театр, который выезжает в муниципальное образование, коллективы Ивановской государственной филармонии, коллективы колледжа культуры и музыкального училища. Поэтому программа мероприятий рассчитана на любую категорию зрителя и возрастную, и на любителей самых разных жанров искусства. Фестиваль национальных культур – это фестиваль в фестивале. У него своя программа и вполне конкретная задача. Это, во-первых, общение, это, во-первых, узнаем культуру друг друга и другим показываем свою культуру, свою дружбу, свою толерантность. И что мы вместе, что мы не скандалим, не ругаемся, а живем в дружно, хорошей, большой Ивановской семье. На одной сцене собралась большая многонациональная семья, которая говорит на одном языке – музыки, танца и дружбы. Ну а если поет, то непременно о вечном. Мы сегодня исполнили две песни. Это «Жемга». «Жемга» – это переводится как «пятница». В пятницу ясно, что впереди два выходных, и все в таком расслабленном состоянии. В этой песне тут, конечно, и природа наша красивая описывается. В Татарстане ведь очень красивая природа. Такие вот покатые холмы, степь кругом. Всего два часа до представления. За это время артисты должны освоиться на сцене, которую видят впервые. На минувшей неделе в Ивановском музыкальном театре стартовали гастроли белорусской труппы. Актеры привезли лучшие спектакли своей афиши. На большие гастроли в Иваново из Беларуси приехали 119 артистов. Реквизит везли в двух фурах с прицепом. За кулисами Ивановского музыкального театра десятки вот таких вот больших металлических ящиков. В каждом из них костюмы для спектакля. Например, в этом костюмы для спектакля «Баби Бонд». Это одна из самых любимых постановок в Беларуси. Белорусский государственный академический музыкальный театр второй по величине в республике. И это первые такие длительные гастроли в Иванове до 4 ноября. Привезли мюзиклы, комедии, мультконцерты для детей и взрослых. Для открытия выбрали оперету. Гала-концерт так и называется – «Золотая россыпь опереты». Оперетта – это замечательный жанр, который позволяет человеку, как мне кажется, быть абсолютно счастливым. Это жанр, который позволяет понять, что такое любовь настоящая. Без пошлости, без какой-то банальности. То есть это вещи, которые абсолютно вечные. А еще оперетта позволяет продемонстрировать весь профессионализм актеров. Подобные постановки – фирменный бренд любого театра. Росыпь оперетта – это самая лучшая, я считаю, музыка, которая поднимает настроение, которая заставляет в такой, скажем так, пасмурный день жить, радоваться жизни. Это согревает, это дает какой-то посыл к чему-то такому восторженному, любви, вдохновению. Посоветовать какую-то конкретную постановку белорусского театра сложно. Например, комедии «Баби Бунт», о которой мы говорили выше, уже 15 лет. И с годами меньше зрителей у нее не становится. Мульт-концерт по мотивам всеми любимых бременских музыкантов «Ничего на свете лучше нету» идет с пометкой «0 плюс». Увлечь обещают всех – и малышей, и взрослых. Ивановская филармония – также одна из центральных площадок фестиваля. Почти каждый день здесь проходят концерты. Скрипка, виолончель, гитара, балалайка. Завораживающие мотивы – талантливые музыканты и солисты. С программой, считают организаторы, не прогадали. Вот эта концепция разножанровой музыки, она всегда дает о себе знать. Потому что кто-то любит вокальный вечер. Вот у нас была народная артистка России Вера Добролюбова. Кто-то любит клавир-трио – это фортепиано-скрипка и виолончель. Кто-то любит симфонический оркестр, кто-то вокальные квартетные исполнения. Поэтому каждый выбрал для себя то, что он хотел бы услышать, увидеть. И мне кажется, все идет на ура. Ситенна переводится как «четыре классных парня». Это коллектив из Подмосковья, лауреат престижного всероссийского конкурса имени Калинина. Парадокс, но за рубежом интерес к такому исконно русскому инструменту, как балалайка, гораздо больше, чем в России. За границей балалайка очень хороша. Поэтому мы сделали фестиваль как в городе Пушкино, Московской области, потому что мы оттуда, так и в Токио. У нас уже два фестиваля прошло. Балайка Моцариин Токио называется. Очень с успехом проходит в городе Токио каждое лето. Мероприятия фестиваля продолжаются и на этой неделе. Правда, их уже не так много. А в выходные дни российской культуры завершаются. Зато новый культурный сезон окончательно вступает в свои права. Курорты и дачные дела остались позади. Наступило время для пищи духовной. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.